Вот говорят, если ты рубашку одел наизнанку, значит что? Побьют, точно. Моя сочетку рубашку одел наизнанку. Жрай его не только побила, а из дома выкнула. Мало того, что надел наизнанку, да еще над чужую нацепил. Да и мне оттолкнул столько неизвестно, что повязал. А вот он с вами давно неизвестно, что там было. Она там с ним разобралась, даже примерила. А твой примет наоборот сбывается. Как говорят, если черная кошка перебежала дорогу, к несчастью, мне недавно кошка дорогу перебежала, к великой радости которой, где я работаю, сгорела. Но это все старые приметы. Мы с вами такие умные, мы очень умные. Мы даже не знаем, какие мы умные. Потомки потом будут разбираться. Мы много новых приметов понаделали. И в жизни. И сейчас очень много новых приметов появилось. Вот эту, знаете, всегда сбывается. Если на улице асфальт покрывают, значит скоро под ней трубы будут начнут прокладывать. Всегда сбывается, вы знаете. Если вы едете по хорошей дороге, и вдруг она становится плохой, значит территория Эстонии вы въехали на территорию Афи ЦССР. Так на чего трясти, так сразу дома. Сейчас правда такая наша жизнь. Все потому, что мы делаем. А потом думаем, в отличие от приметов вот этих, перед тем, как мысль в голову придет, а только в других местах отсиживаясь. Все блуждает по всему телу и блуждает, потом как зарулит. Афи ЦССР. Афи ЦССР. Афи ЦССР. Афи ЦССР. А мы уж все сделали. Уже переделывать надо. Уже какая-то перестройка, уже перестраивать, как ее там надо. Мы не знаем. У нас мысль ведь еще там пройдет. Если шагок не выпадет, то в голову ударит. Сначала делаем, а потом думаем. Хочешь, чтобы на верхах начали задумываться, пусть только все наделано и обделано. Но как плохо уж, что мы сначала делаем, а потом думаем. Сначала так увеличили очередь в видных магазинах, потом задумались. Ах, 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 ой, сахар уже не лучше, поздно, чем никогда. Можно подумать, что такое происходит, если рач человек брал водку столько, сколько ему надо было. То теперь встает в четыре часа, он же берет не там не по одной, а по две бутылки, прям на всю эту пару прямо. Еще есть такая примета. Чем больше у нас хлеба уродится, чем больше усадится жителям Финских Республики, и гремитель, короче, которая в обмен на наш хлеб обещает пойти по пути социализма. Когда мы их спросим, а когда же они все-таки пойдут по этому пути? Они скажут, очень скоро, очень, они все время эти, они в танце такие, вот только они на двух ногах только научатся ходить, вот тогда и дойдут. Поскольку мы сначала идем по этому пути, вот этому социализму, то хлеб давно покупаем у американцев. Да, за золото и серебро. А наше золото помогает им идти увереннее по пути катаклизства и купить для своих жителей природные ресурсы. Продолжение следует...